Воздух Карелии Воздух пройдет на прежней площадке Мы очень надеемся, что нас будет Радовать снова погода Солнце, отсутствие какого-то ветра Рядом есть пляж Удобно всегда сходить и кому-то поплавать И покупаться Надеюсь, все будет хорошо Вы правы, что 10 лет уже фестивалю И в 2005 году он создавался как местечковый Рок-фестиваль А вот за эти годы он дорос до Настоящего бренда региона До европейского события Посетить которое Является уже статусным То есть на него люди ходят Потому что это событие само по себе И 10 лет непростой путь Мы переживали как взлеты, так и падения С нового возрождения И конечно, даже в это непростое время Очень бы хотелось закрепить успех Который у нас был в прошлом году Большинство групп, которые будут участвовать В фестивале уже объявлены Давайте их озвучим тем не менее В этом году мы существенно расширили формат фестиваля Мы немножечко уходим от концепции чистого рок-н-ролла Очень нам понравились наши эксперименты Успешные, которые проходили раньше Такие как присутствие Ёлки на фестивале Юлии Савичевой, даже касты И мы понимаем, что Другие музыкальные форматы На нашем фестивале Они очень востребованы И люди, честно говоря, подустают От повторяющихся одних и тех же групп Ну потому что аудитория русского рока При всей моей любви к ней Мы всю ее выбрали за 10 лет Там осталось буквально 2-3 группы Которых мы еще и не позвали А все остальные уже потихонечку начинают повторяться Поэтому в этом году Мы расширяем формат таким образом Чтобы даже те люди, которые никогда раньше не ходили на воздух Чтобы в этом году они увидели такую группу На которую они хотели бы сходить Просто как на обыкновенный ее концерт Ведь не секрет, что воздух для многих стал Не просто серией концертов А целым событием Куда идут с семьями, с детьми Встречают старых добрых друзей И просто отдыхают под хорошую музыку На природе в компании своих хороших знакомых Так вот, дабы эту хорошую музыку Большему количеству людей предоставить Мы форматы расширили В этом году у нас выступают на фестивале воздух Такие группы, как Айова 2517 Лерой Торнхилл Да простите, экспродит же даст отдельный Двухчасовой сет под занавес Сейчас у нас выдаем тайну в субботу А также Антон Беляев с группой Термейтс То есть это те группы, которые раньше Навряд ли когда-то могли быть на фестивале воздух А с этого года они там появляются И мы очень надеемся, что то расширение формата Которое мы сейчас используем Оно привлечет дополнительную аудиторию И продажи Сейчас показывают Что да, мы угадали правильно Билетов покупается больше И больше людей интересуются самим фестивалем И собираются на него прийти Виды билетов по-прежнему Те же, да, что и были раньше? Да, есть входной билет То есть если человек хочет прийти один раз Или живет на территории с палаткой Он может прийти и купить входной билет Он сейчас стоит 1600 рублей Очень доступная цена Пожалуй, это самый доступный вообще фестиваль В нашей стране такого формата Есть абонемент с трехразовым входом Люди обычно используют его на все три дня То есть ты можешь три раза войти, три раза войти Есть вип-абонемент, который позволяет безлимитное количество раз Входить-выходить на территорию фестиваля В любой из дней, все три дня А также право посещения вип-зоны В этом году мы вип-зоне уделяем особое внимание Ресторан, пока не скажу какой Будет обслуживать целую нашу вип-зону И в этом году мы очень хотим Чтобы вот та хорошо оформленная и обустроенная вип-зона Которая была в прошлом году Мы ее хотим снова поставить на территорию фестиваля Но чтобы она еще и внутри была столь же качественной По обслуживанию, по сервировке По качеству продуктов и так далее То есть порядка 600-650 человек у нас вип-зону приходят каждый год И вот мы хотим, чтобы эти люди Были, почувствовали себя комфортно Не только в точке зрения близости к сцене Близости к артистам Ведь не секрет, что мы всегда даем возможность Посетителям вип-зоны Первыми и часто бывает единственными Получить автографы от групп практически Ну вот в прошлом году, по-моему, всех я вывел вип-зону Артистов и музыкантов Но чтобы кроме этого они еще и могли вкусно покушать И с комфортом посидеть Вообще в этом году мы уделяем особое внимание В принципе всей продуктовой части У нас на территории фестиваля будет несколько торговых точек Которых раньше никогда не было Как то, например, суши, вок Снова будет вегетарианское кафе Мороженое, кофейня То есть мы этот список расширяем Мы хотим сделать так, чтобы люди могли Не только кушать, скажем так, стандартную фестивальную еду Которая у нас очень доступна Опять же, да Это очень хорошо для людей Особенно с небольшими бюджетами, которые туда приходят Но и разнообразно И вот эту тенденцию мы хотим развивать У нас поэтому в этом году два эксперимента Один музыкальный А другой вот такой, не знаю, там Едальный, что ли, с точки зрения еды и питания В этом плане мы хотим расшириться Но, тем не менее, аудитория воздуха Это все-таки аудитория нашего радио Да, и она, воздух, неразрывен с нашим радио Вот поддерживает ли сейчас радиостанция фестиваль? Какие вообще взаимоотношения? Честно скажу, ситуация сложная Для нас она непонятная И я ее расцениваю как нож в спину То есть у нас случилось следующее Что в прошлом году впервые Федеральное наше радио поддержало фестиваль В своем эфире мы ставили логотипы нашего радио Во всех регионах мы использовали в основном состав музыкантов Близкий к нашему радио Ну, пожалуй, исключением Расмуса в прошлом году Что было тоже хорошим расширением формата А, видимо, после этого Вот, как я это вижу Они то ли посчитали, что фестиваль «Воздух» Стал такой хорошей организацией Действительным конкурентом нашествию То ли есть какие-то другие причины к этому Там, желание заработать, может быть Или еще что-то такое Но, по факту, они сейчас пытаются Всячески препятствовать проведению фестиваля Они используют для этого товарный знак На радиопрограмму, которая давно выходила в эфир С 2002 по 2009 год Она называется «Воздух» И вот теперь они берут этот товарный знак И говорят, оказывается, вот этот товарный знак На радиопрограмму Это и есть тот фестиваль, который Максим с командой ребят проводит в Петрозаводске Поэтому отдайте нам это название И, честно скажу, они предприняли много усилий Мне достоверно это известно Что они пишут злобные письма Всем, в том числе, как мне говорят И спонсорам, и другим информационным партнерам И властям, и во всякие службы ведомства И, конечно, все это к добру-то не приводит У нас в этом году мало Ну, практически У нас нет в этом году большого федерального спонсора Как вы видите, никакого сотового оператора Там нет ни пивной компании И, конечно, их действия, скажем так, наносят урон фестивалю Я очень надеюсь, что совесть у них когда-то возыграет И они от этой всей миссии откажутся Сейчас мы с ними судимся Процесс непростой Но я верю, что у нас все должно быть хорошо Именно поэтому, как вы видите, в этом году Мы ушли от названия «Воздух» Мы взяли название «Воздух Карелии» Что, в принципе, давно пора было сделать Потому что мы проводим фестиваль «Воздух» в Карелии Что, само собой, является и разумеющимся Кроме того, когда мы делаем рекламу за пределами региона Сразу понятно, где этот фестиваль проходит Поэтому я надеюсь, что с нашим радио мы так или иначе разберемся Но не разберемся, значит, оставим название «Воздух Карелии» дальше Ну, время вообще сейчас непростое И такой фестиваль организовать, это очень сложно Отказаться от него нельзя Потому что люди ждут, судя даже по продажам билетов И готовы поддерживать этот фестиваль Да, вот расскажите об участии в краундфандинговом проекте На сайте Планета.ру Да, это очень интересная мысль Десять лет мы делали фестиваль не в одиночку Да, мы несли убытки в какие-то годы В какие-то годы мы окупались Но мы никогда не были одни То есть всегда фестиваль поддерживался меценатами Простыми людьми, которые просто так, вот не поверите Давали деньги на какие-то группы, на какие-то огрехи Я помню, когда мы в 2008 году переезжали С первого раза с Песков в ямку вот эту вот Республиканской больницы И для нас это было шоком Мы переезжали буквально там за три или за четыре недели Я сел в эфир, об этом рассказал И появился человек, который сказал Чем вам помочь? Я сказал У нас нету дизель-генераторов Сколько они стоят? Они стоят 250 тысяч рублей Взял, достал, положил Вот была такая история И в этом году и в прошлом году Нас поддерживают обыкновенные рядовые люди Которые не участвуют в рекламной кампании Это меценаты, которые понимают, что А нету ничего столь яркого, интересного в нашем регионе Жизнь-то лучше, к сожалению, не становится Нужно выйти на улицу, посмотреть, что творится Не только в городе, но и, да простите, во всей стране И с учетом экономической ситуации Люди сейчас не могут себе позволить уехать куда-то То есть они раньше ездили за границу Теперь они ездят в Россию Те, которые ездили в Россию, они туда теперь не могут выбраться Они отдыхают, видимо, на дачах и так далее Поэтому фестиваль подобного масштаба Такой, как воздух, воздух Карелии Это одна из последних, наверное, возможностей Вообще вырваться от будничной суеты От серых будней Встретить своих старых друзей Познакомиться с новыми Встретить свою половинку Познакомиться с кем-то Потом пожениться У нас каждый год свадьбы на фестивале Воздух проходит И вот эти вот эмоции Мы, конечно же, хотим дарить очень людям И не сдаемся И не отказываемся И в этом году, конечно, главным Меценатом и спонсором фестиваля Ну, по факту являюсь я И мы решили сделать очень просто Что, ну, а почему мы-то должны это только делать? Многие люди хотят помочь фестивалю Они хотят в этом участвовать Хотят быть его соорганизаторами Хранителями Мы в этом году придумали Такой интересный образ Как хранитель фестиваля Воздух И запустили проект Краудфандинговый Который называется Мне нужен воздух Или воздух Карелии На сайте Воздух.планета.ру При котором люди могут покупать Так называемые акции фестиваля Ну, сейчас объясню, что это такое Это, например, специальная Эксклюзивная футболка фестиваля Или там билет и толстовка Или возможность пройти за сцену Экскурсию на сцену Объявить хедлайнеры со сцены То есть какие-то такие вещи Которые раньше Ну, рядовой человек сделать не мог Мы это не позволяли делать А теперь мы говорим Ребята, хорошо Давайте мы софинансируем вместе фестиваль Спонсоров нету В стране такая ситуация Поэтому давайте это делать вместе Ну, дабы не все было только на наших плечах И люди откликаются на эту штуку Им это интересно И более того Они не просто как бы Ну, вот деньгами помогают То есть это не какое-то там попрошайничество Да А это возможность стать соучастниками проекта То есть они хотят попасть за сцену Они хотят эксклюзивную футболку Они хотят эксклюзивные автографы Объявить какую-то группу И для них это становится интересным И прямо произошла целая движуха такая интересная Которую мы раньше даже не ожидали Что она может быть И мне кажется, что вот эта вся история с Грубо говоря, мне нужен воздух Да, вот под условным названием проекта Или там воздух Карелии Она может перерасти вообще в нечто особенное В следующем году И мы вот Ну, я надеюсь, что мы там соберем Необходимую сумму на сайте Мы всего лишь миллион собираем То есть в масштабах фестиваля Поверьте, это невеликая цифра Это гонорар одного из хедлайнеров Например, всего лишь Да, на фестиваль воздух Без какой-либо транспортной Там доставки, проживания, питания Технических вещей и так далее Вот Но для нас это больше эксперимент И мы видим, что люди откликаются На эту штуку Они мне пишут ВКонтакте Они там предлагают свою помощь Кто-то нам уже предлагает там Тяжелые эти вот развесы для сцены Кто-то воду предлагает На фестиваль в палаточный городок Чтобы люди могли пить бесплатно То есть люди понимают, что Без их прямого участия То есть вот есть рядовые люди Которые могут, ну, грубо проголосовать Рублем и ногами То есть купить билет и прийти на фестиваль Это вот самая доступная, хорошая помощь Которую может каждый житель Карелии Себе точно позволить Да, купить билет себе и другу Или там семье своей А есть еще люди, которые кроме этого Хотят дополнительно помочь фестивалю Зная, что если они не помогут Просто фестиваль не будет столь ярким и красочным Ведь когда-нибудь и у нас, наверное, кончится терпение И, ну, поверьте Подобного масштаба фестиваль проводить очень нелегко То есть намного проще организовать Десять концертов рядовых И, ну, скажем честно, заработать на них денег Чем проводить фестиваль Который, вот я говорил Про взлеты и падения Про уголовные дела Давайте мы это все еще вспомним Мы все это тоже прожили Про запреты Про перезагрузки Ну, выяснилось, что это не только мне надо Не только нашей команде Там из десяти, там, двенадцати человек Ну, и сотням, как минимум, людей Поэтому я очень надеюсь, что эта практика приживется И мы и дальше ее будем развивать И делать фестиваль еще больше, и ярче, и масштабнее, и красочнее Ну, я надеюсь, терпение у организаторов будет безгранично И воздух будет жить и дальше Куда же нам без воздуха? Особенно в воздухе Карелии Встретимся на воздухе Карелии Спасибо, Максим До встречи Это была программа «Гость в студии» О подготовке к фестивалю «Воздух Карелии» Мы говорили с его продюсером Максимом Мазуровским Меня зовут Юлия Кучеренко Я желаю вам всего доброго и до свидания Редактор субтитров А.Семкин